А ты что делаешь? Так, вы ходите с чайником? Да, все ношу и ношу. Так зачем вы туда залезли? Просто хочется. Сегодня будет очень интересно. Сегодня мы идем в Чимганское Зазеркалье. Относительно немногие пока знают о существовании этого чудесатого района. Так что давайте я вам сразу покажу на карте, где оно находится и в какую его часть мы сегодня идем. Из Ташкента рано утром мы примерно за час доехали до Чимгана. И наш план на сегодня пройти через перевал Песочный, затем Гулькам, родник водопровод и уже спуск к поселку Янгикурган. Сегодня, как вы видите, мы только на пол шажка зайдем в этот загадочный край. Но у нас большие ожидания от этого похода. Ведь вроде именно здесь и проходит граница разрыва с реальностью. Поговаривают, что тут частенько можно увидеть всякое непонятное и загадочное. От перевала Песочный скользим по широкой тропе вниз по ущелью. Сегодня группу ведет заслуженный гид, профессионал Мария Викторовна. Группа небольшая, около 10 человек у нас сегодня. Очень интересный, красивый маршрут. И зимой, и весной, и осенью тоже можно ходить. Здесь вот есть родник, водопровод называется. Там круглый год течет вкусная, целебная вода. По сложности кому подойдет? Практически всем, даже детей можно взять. Вот буквально недавно мы при спуске встретили группу иностранцев. Там были где-то 3 или 4 девочки по 6-7 лет им. Кудряшки такие. Ну как-то наверху страшно. Интересно. Почти по всему этому маршруту тропа достаточно ярко выражена. Но вы же знаете, в любой поход всегда лучше идти со знающим маршрут человека. Дальше эта тропа идет через красивую березовую рощу. Кстати, здесь в роще есть пара удобных мест для палаток. Ну, для тех, кто уносит мусор с собой. На этой тропе по минимуму в паре мест нужно точно знать, где свернуть и куда подниматься. Ведь даже привычный нам указатель на перекрестке Гулькамы могут просто разрушить или куда-нибудь его унести. Обед наш сегодня мы планируем провести около водопровода. В народе это место прозвали водопроводом, потому что там круглый год из горы бьет родник. Вода всегда холодная, вкусная и с небольшим привкусом приключений. А чуть выше родника, среди старого арчевника, есть очень удобная стоянка под палатки. Живописное место. Жертвенник. Здесь туристы жертвуют своим временем и едой, чтобы насладиться красивыми видами. Да и медведи сюда спускаются не очень часто. Куда вы сегодня привели? Это место называется водопровод. Ну, вообще, это зимний маршрут, ну и осенью тоже здесь очень красиво. Маршрут очень легкий, проходит через Песочный, по Гулькамсаю и выше траверсом на водопровод выходим. А с водопровода пойдем в Ингекурган спускаться, там будет взгляд на этот маршрут. А что интересного на этом маршруте? Природа красивая очень, арчушки везде. Ну и погода сегодня очень подфартила нам, не жарко. Ну а дальше нужно пройти через русло и подниматься наверх по одному из чемганских отрогов. Мы и назвали его Македонским. Некоторые говорят, что это Александр Филиппович Македонский, а по-моему чисто Гермес. А вот если каждый будет трогать руками античные памятники, то они быстро разрушатся и исчезнут. Если вдруг вы историк и вдруг точно знаете, кто этот каменный дядя, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, делаем. Имейте в виду, местами эти склоны достаточно круты, так что с тропы лучше не сходить. Ну и в целом, нужно быть внимательным, чтобы не ускользить куда-нибудь вниз по сыпухе. Потому что падать далеко. Но виды, пока вы падаете вниз, у вас будут все равно просто восхитительными. Что, о великом думаете? О вечном? О вечном. Маршрут прекрасный. Красивые виды. Уже осень. И, конечно, непередаваемая красота. Пошли, знаешь, что сказать. Устали, нет? Нет, не устал. Еще можно так же пробежаться. Вон пот течет, я смотрю. Нет, я всегда потею. У меня просто расположенность такая. Даже когда сидите потеете? Ну, нет. Когда именно хожу. Ну, вы не обедали даже сегодня? Кушаю. Яблоки, орешки, водичка. Маршрут сложный? Нет. Легкий. Для меня легкий. Как вам походик? Очень красивые. Очень выкрепленные горы. Мы хотели, чтобы город держать тоже такой красивый, как горы. И воздух тоже чистый. Мы скоро выпускаем этот проект в Ташкенте. Чтобы все машины ехали электрически. И наше горы, наше город будет чистое, как это горы. Красивый и чистый воздух. Правильно? Но сами ездят на BMW. Не, BMW это не важно. BMW электрически. Рекламирует свою китайскую машину, но он сам ездит на BMW. Ну вот, вроде и все. Рассказали, все показали. Так что в свой выходной день оставайтесь, пожалуйста, дома. А мы будем ходить и снимать для вас интересные места и моменты. Ну пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова